Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Встречалась с женатым мужчиной почти два года. Пары не были, жена его жила в другой стране. Не часто, но ездил к ней и к детям. Он от меня это скрывал, говорил, что едет в командировку. Позже уже узнала, куда он раз в год ездил. Я приезжал к нему домой. Не часто, а раз в неделю, иногда раз в две недели, иногда и раз в месяц. Но всё это время постоянно были на телефоне. По несколько раз в день созванивались, а то и чаще. Через полтора года связь со мной интимный оборвал. Но общаться по телефону не перестало. Рёдко встречалась в перекусе, звала его постоянно к себе. Отшучивался, но не приезжал. Так продолжалось ещё три года. Как-то странно у вас. Вы пишете в начале два года. Тут уже получается около пяти лет. В этом году в силу всем известных обстоятельств к нему из другой страны приехала жена. Он сразу порвал со мной всю связь. Ни звонков, ничего. Сказал, что он счастлив и больше общаться не будет. Я так ничего и не поняла. Я думал, он меня любит и идёт ко мне. Я его люблю, сильно страдаю, ничего не понимаю. Как он может любить его, если... Последние пятнадцать лет они живут отдельно. Дети у них взрослые. Жена полная. Я выложил его очень стройно. Я очень страдаю. Подскажите, пожалуйста, если у меня шанс, что он вернётся. И что мне предпринять, чтобы он был со мной. Анна, я думаю, что ни один из вопросов, который вы задаёте, не являются теми вопросами, которые могут ответить именно психологи вам. То есть вам для ответов на эти вопросы нужен не психолог. А другой специалист, возможно, не эзотерок, но никак не психолог. Это ваш. Смотрите. Вы говорите. Встречали с женатым мужчиной, а пары не были. Вы не были парой. Вот. Значит. Раз в неделю, два раза в неделю, раз в месяц вы приезжали к нему домой. Вот. И через полтора года он с вами прерывает интимную связь. Не приезжает к вам, когда вы зовёте его к себе. А почему вас это не насторожило? То есть, ну почему вас это не насторожило? Вы как будто бы игнорировали, игнорируете то, что человек от вас дистанцируется. Дистанцировался. Вот. Ну, откровенно показывает, что он хочет быть на расстоянии. Вот. Но вы этого упора не видите. И, когда вы говорите, что я думал, что он уйдёт ко мне, на что вы опираетесь? На то, что у вас не было интимной жизни, на то, что он отказывался к вам приезжать. Как бы, что здесь является основанием? Следующий момент. Вы сравниваете себя. Вы сравниваете себя. А, значит, с женой. Ну, вы сравниваете себя с его женой. Говорит, что вот она. Полная. Полная. Моложавая. Встроенная. Встроенная. Это говорит о том, что у вас есть проблемы с самооценкой. Вот. Ну, и, конечно, очень много. Очень много. На мой взгляд. Говорит о том, что вы, может, в себе неуверенны, это то, что, по сути, вы выбрали женатого мужчину. Мужчину. Вот. Ну, как бы это вот вопрос к вам относительно того, что вы себя не цените. Судя по всему, вы себя не цените. Вот. Судя по всему, вы в себе сомневаетесь, не уверены в себе. Так же, на мой взгляд, совершенно очевидно, что вы цепляетесь за человека. А вы, как будто бы, ну, боитесь, что, ну, никого, может быть, больше не встретите, никого больше не найдут. Вот это, кстати, ну, это, кстати, корректируется. Вот это, кстати, корректируется через работу с психологом. Вот. Вот. Если хотите, конечно. Если хотите. Если хотите. Сформулировать. Вот. А, в чем проявляется любовь? Как выражается, выражается ваша любовь? Вот. Ну, то есть, вот, вы, если, если вы говорите, да, что любите, вот, в чем, в чем проявляется, и в чем выражается, вот, ваша любовь к нему? Вот. Вот. Нет, я не в том смысле говорю, что вы его, что вы его, что вы его не любите. Нет, я именно, именно, а, хочу, чтобы вы преследовали немножечко свое чувство, чувство любви, то, что вы называете любовью, вот. Вот. И чтобы вы так, мы таким образом постарались увидеть, вот, что это за чувство. Может быть, если вы увидите, что, ну, что дело не совсем в любви. Может быть, если вы увидите, что дело в потребности вашей, вот, то вам будет проще. Вам будет проще не страдать. Вот. А сейчас вы занимаетесь чем? Сейчас вы занимаетесь тем, что не принимаете реальности, в которой оказалось. То есть, ну, по сути, по сути, не принимаете вот то, что человек решил быть не с вами. Вот. 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 Что, что уже немножко, ну, навевает нам мысль о том, что, возможно, вы не так уж сильно и любите мужчину. Раз вы не принимаете его выбор, раз вы не принимаете его решение, вот. Потому что любовь, любовь это в первую очередь принятие, ну, принятие, любовь это в первую очередь принятие, вот, принятие действий и принятие решения партнера. Я не говорю, что вы обязаны это делать, нет, но я говорю о том, что вот ваши чувства здесь нужно рассмотреть подробнее. То, что это травма, я имею в виду, я имею в виду травма, то, что вы, ну, расстались с человеком, например. Да, это факт, это действительно, действительно является травмой. Это правда. Вот. Вот. И травма нужно прожить. Для начала признать, просто признать, что вам больно. Вот. Просто, просто признать, что вам больно, просто признать, что вам будет больно от этой ситуации, которая случилась, которая произошла. Вот. Вот. И сто в пульмонболе. А вы, да, вы, в этом стране говорите что вы страдаете? Вот. В этом стране. В этом стране вы говорите что страдаете? А в другом стране вы уже врядя как не вы вернули. Вот. 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 Пока идет вот такое отрицание с ситуацией. Вот. Ну, я бы сказал, я бы сказал, что вы будете страдать и вам будет плохо. Ну, возможно, скорее всего. Вот. К сожалению, так. На этом все. Пожалуй, я надеюсь, что вам это было полезно, интересно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Вот. Обращайтесь за помощью. Вам эта помощь пригодится. Вот. Обратная связь по моему ответу позволит вам сформулировать базовые базовые платы для психотерапии. Вот. Обращаться. Продолжение следует... Продолжение следует...